Всем привет! Простите за задержку, такой сурок я не ездил в Казань, очень много было работы. Сейчас планирую быстренько наверстать упущенное по самбе. Значит, у нас осталось буквально три урока по самбе. На этом занятии будем разбирать различные дополнительные опции, которые есть у самбы. Самые такие распространенные, которые могут пригодиться, чтобы как-то понимать принципы ее работы. Вообще, я вам давал ссылку в прошлый раз, дам еще раз на отличный русскоязычный портал по самбе smb.conf. Там можно найти по любому ключу, который используется в конфигурационном файле, самбы значение, как его применять, как он работает. Нужно сказать то, что в принципе, если настраивать что-то серьезное, придется повозиться, потому что самба не так проста, как мы с вами сделали в прошлый раз такую конфигурацию базовую для запуска. Сейчас мы ее немножко усложним, но тем не менее, если делать что-то серьезное, придется очень сильно повозиться, и тут обязательно нужно все это проверять на практике. То есть, обязательно, если вы смотрите эти уроки, повторяйте за мной, если не на реальных, но хотя бы на виртуальных машинах. Потому что иначе постичь вот эту вот самбу и вообще Linux будет тяжеловато. Пятый урок по самбе у нас. Дополнительные опции. Подхватим с того места, на котором остановились на прошлом уроке, но предварительно давайте подготовимся немножко. Для начала создадим группу пользователей. Дополнительно, чтобы просто показать вам, как группы пользователей добавляются у нас в конфигурацию самбы. Вот так ее назовем. И давайте добавим пользователей еще. Сразу в эту группу books. Для чего я указываю ключ в минус G books. Когда мы создаем пользователя в Linux, для этого пользователя сразу же создается одноименная группа. То есть, если бы я просто сказал создать пользователя book1, для него сразу же автоматически создалась группа book1. Чтобы нас сейчас вот не путать немножко тем, что у нас группа и пользователи называются одинаково, я создал отдельную группу books, и в нее сейчас добавляю нового созданного пользователя book1. И давайте сразу я этому пользователю book1 назначу пароль. Мы с вами, по-моему, еще юзеры этой группы и этой команды не проходили в LPK первом. Но я думаю, скоро доберемся. Тысячу пароль я поставлю ему. Не буду заморачиваться. То есть, сейчас мы с вами, смотрите, создали, значит, группу, и создали пользователей, и добавили его в эту группу. Я бы еще хотел сейчас старый наш конфиг сам бы немножко подправить, и вообще немножко исправить структуру папок, которую мы с вами сделали. Напоминаю, у нас с вами в корне есть папка data. Вот она. К слову сказать, если вам вот это вот разрешение экрана не нравится, вы мне скажите, потому что мне пару пользователей написали, что они ничего не видят, и я увеличил разрешение в Ubuntu до 1024. Не уверен, что для вас это хорошо. Если что, я могу вернуться к 800 на 600. Напишите в комментариях. Так вот, есть у нас папка data. И в этой папке у меня была создана папка shared, с которой мы открывали общий доступ. Давайте я эту shared удалю со всем содержимым. Отлично. И создам новые папки. Создам папку shared1. Посмотрим на нее права сразу. Видно, что создалась папка. Создалась папка, у которой права по умолчанию 775, определенной маской. Мы маски проходили. ID-шник владельца 1000 это я. И группа владельцев тоже я. Теперь создадим еще одну папку. shared2. Для папки shared2 я предлагаю изменить владельцев. Просто, чтобы разобраться, как это все работает. Владелец у меня будет вбух 1, а группу владельцев давайте оставим меня. Можно было бы попроще это написать, но я на всякий случай пишу вам целиком. Отлично. И давайте сразу же променяем разрешение на вход в папку. Проверяем. И видим то, что хоть у нас папку я создал и первую, и вторую только что, на первую папку у меня маска и права 775, на вторую мы задали права 770. У первой владелец я, у второй владелец вбух 1, которого мы только что создали. Давайте создадим третью папку. shared3. Объясню все это для чего, уже когда будем добираться, потому что сейчас нам варноват. Точно так же изменю на нее разрешение и владельцев. Аналогично предыдущей папке. И смотрим на нее статистику. Убеждаемся, что все получилось как мы хотели. Да, тоже 770, тоже бух 1, мышка неудобно скачет по консоли, и тоже группа владельцев такая же. Ну и давайте создадим еще и четвертую папку, на всякий случай. Просто такую же, как и первая папка с такими же правами. mkdir.share4. Мне проще будет с номерами, чем я буду каждую папку как-то так называть. И эта папка у нас с правами по умолчанию. 775, я, я. Все, прекрасно. Теперь полезем в конфиг самбо. Почищенный экран. Лезем в конфиг самбо. smb.conf Без прав суперпользователя, как обычно, как я люблю. Конфигурационный файл немножечко я подправлю. Значит, давайте сделаем минимальную конфигурацию, чтобы нас вообще с вами никак не отвлекали лишние строки. Я предлагаю закомментировать все, что у нас есть лишнее. Путь нам нужен. Наследование от CL к нам сейчас не нужно. Папка для записи только что была. Оставляем. Valid Users. Этот параметр говорит о тех пользователях, которым разрешено подключение к этому серверу самбо. Так как у меня уже есть Read List и Write List, нам, в принципе, этот Valid Users не нужен. Он нужен, если мы, допустим, сделаем папку для общего доступа для всех, какую-нибудь такую папку, где всем все разрешено, но в Valid Users можем указать, кто может ей пользоваться. И так ограничить, допустим, доступ. Если у нас есть Read List и Write List, нам, в принципе, не нужен Valid Users. Дальше. У меня не будет никаких пользователей только для чтения. У меня будет пользователь для записи один. Поэтому этот я тоже затру, наверное, параметры. Дальше поехали создавать папки. Следующая папка. Share 2. Табуляции я двигаю для красоты. Давайте, наверное, для начала... Или не будем так заморачиваться. Давайте, ладно, сразу сделаем по-человечески. Значит, для второй папки указываем путь. Так, а, кстати, и сразу для верхней же папки нужно указать. Мы же поменяли. share 1, share 1, share 1, share 1, data, share 2, writable, yes. Что я написал неправильно где? Разрешили в эту папку записывать. Теперь те параметры, которые меня интересуют. Смотрите. Я хочу, чтобы у меня наследовался владелец. Поэтому пишу. inherit owner равен yes. Это может быть полезно при создании перемещаемых профилей. В Windows, вы знаете, есть перемещаемые профили. Можно и в Windows сделать перемещаемые профили. Тогда, если человек создал какую-то папку, все, что он будет создавать внутри, будут наследоваться права у вышестоящей папки. То есть у нас меняется, наследуется владелец каждый раз. И точно так же можно наследовать разрешение. Тут очень много нюансов, почему это может не работать. Permissions. Мы будем сами надеяться, что заработает. Наследуем владельца, наследуем разрешение. И также в write-листе оставляем меня. Следующая папка. shared3. Я пустую строку оставляю. Видите, меня самбо, в принципе, игнорируют пустые строки. Так что это не страшно. Самое главное, чтобы в конце еще была одна пустая строка. putdata.shared3. Точно так же сделаю ее. Если я не буду указывать этот параметр, разрешение для записи папка по умолчанию создастся с параметром readonly.est. То есть папка будет доступна только для чтения. Поэтому я каждый раз вписываю разрешение на запись. И тут какие мы добавим с вами параметры. Здесь мы с вами принудительно скажем, чтобы пользователем был book1. Группой принудительно скажем, чтобы был books. Ну и попробуем маску заменить. Тоже не всегда это срабатывает. Маска создания файлов и папок. Вот такую укажем. Ну и меня, соответственно, в лист. запись. И у нас осталась еще одна папка. share4. Сейчас, когда будем работать с Samba сервером, я вам покажу каждый из этих параметров, как работает у нас. data.shared4 осталось у меня. И здесь сделаем вообще минимум. Мы тоже разрешим ей быть записываемой. writeable. Yes. Меня немножко смущает. Вы видите, он все ключи зеленым подчеркивает. А разрешение inherit owner, он owner не распознал. Вполне возможно, что эта версия Samba не понимает. Мы посмотрим. И сделаем эту папку, доступной для записи гостям. То есть, для этого есть у нас ключ. Yes. Ok. То есть, можно не вводить логин и пароль. Это такой общий обменник файла помойка. Может кому-то пригодится. Вообще, минимально три строчки. Путь. То, что можно на нее записывать. И гостевой доступ. Пустую строку вот здесь в конце лучше поставить. Иначе он последний раздел не увидит. Escape. Сохраняемся. Проверяем конфигурацию. Test farm. Ух, надо было закомментировать принтеры. Они все за нами тянутся. Тянутся, но ладно, пусть остаются. Все в порядке. Ничего не ругается у нас. Увеличил лимит, как обычно. Нажимаем Enter. Видим наши параметры. Есть у нас папка Shared1. С минимальными значениями. Есть папка Shared4. Тоже с минимальными значениями. И немножко навороченные папки Shared2 и Shared3. Перезапускаем самбу. Чтобы эти параметры применились. У меня тут случилось прозрение. То, что у нас не заработает на Windows общая папка. Потому что у нас права, установленные на общую папку. Вот я это взглядел. Взглядел, посмотрел. 7.7.5. То есть у нас у всех остальных, кроме меня и моей группы, права только read and execute. То есть мне нужно сначала разрешить всем доступ на уровень файловой системы. Поэтому я пишу 7.7.7. Shared4. И вот теперь я думаю все будет работать. Давайте я сейчас на примере Windows покажу вам как. Небольшая, значит, такая аналогия. Вот у меня есть папка Windows. И у нее есть вкладка безопасность. И вот здесь вот на вкладке безопасность есть различные параметры. Все, что здесь указано, это равносильно тому, что мы с вами в Linux указываем параметрами chmod. То есть когда мы меняем разрешение через команду changemod на 7.7.5, 7.7.0 и так далее. Мы меняем фактически вот безопасность. То есть доступ на уровне файловой системы. Когда мы с вами меняем команду chown владельца, мы меняем вот этот вот параметр. В Windows мы меняем владельца. Здесь в Linux мы командой chown меняем владельца. И в Linux у нас есть еще группа владельцев. В Windows у нас группы владельцев нет. И наконец то, что мы делаем в Sambi, это мы меняем разрешение через сети же на уровне сети. То есть то, что в Windows мы делаем вот здесь с вами на вкладке доступ. Чтобы вы понимали. Так, лезу я на Linux. Linux 2, 68, 97, 40. И вот я сейчас еще никак нигде не авторизован. И пытаюсь попасть в папку share 4, на которой у меня есть гостевой доступ на уровне Sambi. Всем все. И на уровне файловой системы у меня тоже стоит 3 семерки. То есть всем все. Попал я в эту папку логин, пароль, она с меня не спросила. И создаю, например, текстовый документ. И вижу, что текстовый документ без проблем создается. То есть у нас есть полностью общая папка, где все могут делать все. К слову сказать, у Sambi есть очень много различных нюансов, по которым она может некоторое время не пускать пользователя в папку. Не знаю почему. После рестарта не всегда она срабатывает сразу. Пробую попасть. Указываю свой логин и пароль. Попадаю в папку. Нужно сказать, что я сейчас, прежде чем в нее попасть, раза 5 ввел свой логин и пароль. Она меня не пустила. Мне пришлось подождать. Она пустила. Я вам просто на записи не показываю. Share 2 тоже пустила. Share 3 не пускает. Сейчас будем разбираться. Значит, Share 1. Создадим папочку. Какую-нибудь папочку. Назовем ее единичка. Share 2. Создадим папку. Назовем ее двойка. Попробуем еще раз. Share 3 не хочет. Давайте подойдем в конфигурацию Sambi и посмотрим, что у нас получилось. Для начала разберемся с первой папкой. Напоминаю, у нас на первую папку разрешения вот такие вот. Смотрим ту папку, которую я создал по сети с Windows внутри этой папки. И видим то, что все справедливо. Было 7.75, осталось 7.55. Было 7.75, стало 7.55. Был Симаев, стал тоже Симаев. Права стали 7.55, потому что у нас есть такая маска по созданию новых папок, по умолчанию. Вот так вот у нас создалась папка. Лезем, смотрим вторую папку. Давайте перед этим я вам через тест фарм еще раз выгляду конфигурацию. Для второй папки мы видим то, что мы с вами установили наследование владельцев и наследование разрешений. Окей, смотрим вторую папку. Start, Share, 2, 2. И видим то, что у нас унаследовался владелец. И унаследовались разрешения 770 и 770. У меня мышка так далеко не вскакивает. На всякий случай покажу вам еще раз первую папку. Share, 1, 1. На ней у меня разрешения не унаследовались. Вот они. Владелец у нас унаследовался почему? Если я с вами просто бы создавал папку сейчас без наследования владельца, то у меня бы вот здесь был бы владелец Семаев, потому что я от имени Семаева вошел в сетевую папку и создал здесь файл. Тогда у меня здесь был Семаев. Так как я включил наследование владельца, у меня наследовался BOOH1 от вышестоящей папки. Если кому это непонятно, напишите мне в комментариях, я этот момент еще раз как-то подробно объясню. То есть если мы не включаем наследование, у нас создается файл, папка от имени того человека, которым мы авторизировались посетить в нашей Семе. Если у нас включено наследование, то у нас права берутся от вышестоящей папки, от корневой папки. С третьей папкой, чтобы долго не лазиться, я разобрался сам. У меня проблема была в том, что у меня у пользователя BOOH1, имя было не BOOH1, а BOOH1. То есть вот из-за этой одной буквы была проблема. Я сейчас зашел в конфиг, поменял H на D, и теперь у меня Samba должна работать прекрасно. Идем на Windows. На Windows пытаемся попасть в третью папку. Попали. И тоже создадим папку, допустим, 3. Идем обратно в Linux. В Linux смотрим разрешение на мою папку share3. И смотрим на разрешение папки, созданной внутри. И видим то, что вы видите, у меня принудительно должен был владелец стать BOOH1 для вложенной папки. Он и стал им ниже. Мы видим то, что у меня группа владельцев должна была стать BOOHs. Видимо, она стала BOOHs. И единственное, что у нас не сработало, это маска. С маской водиться на этом занятии уже не будем, чтобы время ни ваше, ни мое не тратить. К вам домашнее задание, кто не разберется, почему не сработала маска, пишите, я вам в комментарии с видео отвечу. То есть у нас, в принципе, вот эти все наши параметры сработали, кроме маски. Владелец и группа владельцев была заменена для вложенной папки. Этот урок может вам показаться очень тяжелым для усвоения. Слишком много различной информации я ввел и слишком быстренько я бежал. Плюс еще я люблю очень сильно оговариваться, когда тороплюсь. И поэтому мог наговорить каких-то ошибок. Если вы их тоже заметите, говорите. Я их потом в поправках видео делаю, комментарии оставляю. Прямо во время видео. Итак, мы с вами разобрались. То, что у нас есть разрешение на уровне файловой системы Linux. Аналогичное разрешение безопасности Windows. Разрешение на уровне общего доступа в Samba. Точно так же, как разрешение на уровне общего доступа в Windows. И изменение владельцев. У Samba, я еще раз скажу, есть огромное количество параметров. И все их можно применять. Наследование, наследование, права, маски и так далее. Чтобы вы это все поняли, о чем мы сегодня говорили, обязательно проделайте руками все эти задачи. Попробуйте сами, придумывайте себе какую-нибудь хитрую конфигурацию. Посмотрите, как она работает, почему не работает. Можно биться с Samba с настройкой двое-трое суток. Зато после того, как вы ее один раз нормально настроите, она будет, не знаю, лет 50 работать безотказно. Даже не обновляясь, ничего не делая. В общем, пробуйте сами, смотрите сами. Спасибо, что были со мной на этом уроке. На следующих занятиях продолжим добивать самбо. Осталось буквально два занятия. Это принтеры и самбо в домине. Продолжение следует... Продолжение следует...